Привет зритель! В рейде много саппорт чемпионов, но большинству из них просто бесполезны. Но не все так плохо. Есть крайне крутые чемпионы и один из них, Драха Всесильная. Посмотрим на этого чемпиона поддержки, насколько она крутая, в каких режимах ее лучше всего применять. Посмотрим на способности и дам гайд, что ей экипировать. И самое главное, я покажу тебе секрет, как получить Драху и еще три крутых чемпиона на аккаунт. Начнем! Драха Всесильная эпический чемпион поддержки. Ведьма с очень крутым набором способностей. Да, она конечно и выглядит как старая фриковатая бабка, но это не отменяет ее крутости в игре. Дальше в ролике ты поймешь ее прелесть, но алды, которые ее имеют в арсенале, знают, что это офигенный эпик. Ну, вначале покажу свой личный секрет, который я приготовил. Как получить целых три крутых чемпиона вместе с Драхой на аккаунт. Чтобы получить мой уникальный набор, открывай описание. Переходи по первой ссылке. Откроется вот такая страница на ПК. На смартфоне вот такая. Если ты создашь новый аккаунт по нашей ссылке, то получишь эпика Драха Всесильная и набор ресурсов. А немного позже, за достижение 25 уровня аккаунта в игре, забирай второго чемпиона Фейн с набором ресов. Для их получения нужно создать аккаунт, заполнив форму регистрации на ПК и скачать игру. Если открывать ссылку на смартфоне, то тебя перенаправят на официальную страницу. Нажимаешь на единственную кнопку и после ты попадаешь в App Store или Play Store, где нужно скачать рейд. Для получения большего количества чемпионов сделай еще буквально два действия. Очень просты. Вводи промокод MidGameTop, чтобы получить лего танка Зигмунд Высокощит и очень много ресурсов на его прокачку. А еще чемпиона можно получить, если заходить ровно 7 дней подряд в игру. В итоге на аккаунте будет дополнительно сет экипировки и крутая лего локки. Отличный саппорт с крутыми дебафами и лечением, который уклоняется и скрывается от ударов врага. Если всех собрать в одном котле, у тебя на аккаунте будет сама Драха по промокоду Зигмунд, а также Фейн за прокачку и Локки за вход. На сегодня данный пак лучший бонус, который только доступен. Чемпионы в комбинации помогут тебе как можно скорее достичь новых высот в игре и развиваться. Пришло время посмотреть на хедлайнера сегодняшнего видео. Драха всесильная. Это герой поддержки, стихия, сила. Основной параметр атака, но суть в том, что она влияет только на первый скилл персонажа. Отличный чемпион поддержки, который умеет исцелять, воскрешать и давать баф пелена. Открою оценки пользователей. Ну, тут любые слова будут лишними. Оценки самые хорошие буквально везде. И можно сложить мнение, что чемпион полезный. Но реальные тесты будут немного позже. Давай посмотрим на ее способности. Почему этот чемпион поддержки такой ценный? Первая атака «Скипетр власти». Атакует одного врага и с небольшим шансом накладывает штраф атаки 50%. Улучшение способностей увеличивает урон на 10% и шанс наложения дебафа на 15%. Вторая атака «Мутация мертвеца». Лечит команду на 20% от своего максимального здоровья и накладывает густую пелену на 2 ходы на союзников. А союзникам, у которых меньше 15% здоровья, накладывает регенерацию 15% на 1 ход. Улучшая способность, получаем плюс 20% к лечению и уменьшение перезарядки способности. Третья способность «Духовная форма». Воскрешает союзника с 60% здоровья и дает густую пелену на 3 хода. Улучшение уменьшает перезарядку на 2 хода. И последнее это пассивная способность «Призыв духов». Лечит на 10% союзников под действием пелены и густой пелены, а также увеличивает сопротивление на 50% союзникам под действием этого же бафа. А также она имеет ауру, которая дает увеличение сопротивляемости союзникам на 55 единиц в роковой башне. Способности, как ты заметил, подходят как для ПВП, так и для ПВЕ. Чистый саппорт с дебафами атаки и массой полезных бафов. Итак, теперь перехожу к самому важному – экипировка чемпиона. Самый основной параметр – здоровье процент. Чем больше хп, тем выше будет лечение, которое она будет давать. Далее скорость. Обязательно нужно поднять вещами до 200+, чтобы делать по 2 хода за раунд. Немаловажной будет защита процент. Чем больше защиты, тем меньше урона будет проходить саппорту. Это очень важно, чтобы оставаться живым до конца и воскрешать союзников. Ну и еще нужна точность для дебафа атаки и сопротивляемость, чтобы не ловить дебафы с малым шансом наложения. Так вот, когда ты знаешь базу, нужно правильно экипировать чемпиона. Я сделал несколько сборок, которые будут играбельными в разных режимах. Если ты новичок, одеваешь в самые простые сеты. Две вещи сета скорости, две вещи сета здоровья и две вещи сета защита. И в этих трех сетах у тебя будут повышенные базовые параметры, которые необходимы Драхе. Чистая база для начинающих. Далее мидгейм. И тут ситуация не очень меняется. Нужно экипировать более крутые сеты с похожими параметрами. Идеальными для Драхе будет сет Бессмертия, который дает 15% здоровья и лечит каждый ход на 3%. Второй рекомендуемый сет это Расторопность. Плюс 40 к меткости и плюс 5% к скорости. Третий рекомендуемый сет дополнительного хода. А зачем ты спросишь? Ну, дополнительный ход будет прокать 1, 2, 3 раза. Тем самым увеличиваю шанс дебафа и способности с пеленой откатываются еще быстрее. Комбинируешь то, что у тебя есть на аккаунте, точишь и наслаждаешься геймплеем на мидгейме. Причем в любом пв режиме, в кампании, на гидре, на владыке демонов, в раковой башне. Тестируй сам и доминируй. Для пвп нужны более редкие сеты, так как здесь играет роль не только прокачка, но и шмот. Для этого экипируем уже выше названное Бессмертие. Также не лишним будет каменная кожа, если Драха у меня будет отыгрывать роль поглотителя урона. Главное на арене это характеристики, а не эффект от брони. Так что берите это во внимание. В вещах должны быть такие параметры. Нагрудник на здоровье процент или меткость. Перчатки желательно с параметром здоровье процент. Сапоги естественно на скорость. И в дополнительных параметрах приоритет должен быть такой. Сопротивление, защита процент, скорость и здоровье процент. Помни, что недостаток статов можно компенсировать набором сетов и наоборот. Теперь о том, как качать таланты Драхи Всесильной. Первый билд на все режимы пве. Это билд лекаря. В нем основная синяя ветка, так как дополнительная берется зеленая. Для такого билда нужна очень толстая в плане хп Драха. Второй билд для клановых боссов. Здесь нужно вложиться в мастера войны, чтобы отнимать хп босса даже в роли саппорта. Основа красная ветка и вторая ветка поддержки. Теперь ветки для пвп. Если хочется высокую сопротивляемость, то вот подходящая ветка. Она нужна для тех, кто вкачивает Драху на поглощение урона. И вот четвертая ветка. Если делать из чемпиона ревайвера для пвп, но тут еще желательно сет на допход еще одевать. Но пачка чемпионов должна быть очень живучей. Качать способности книгами просто обязательно. Вы получаете только плюсы. Усиление лечения, откат способностей. Драха только от этого лучше раскрывается и будет сильнее. Дары. Этот чемпион имеет всего два дара на выбор, которые можно использовать. Чудесное исцеление. Используем для дополнительного лечения в бою. Самый простой вариант. И второй дар в текущей мете это инстинкт выживания. Он дает заполнение шкалы хода при получении дебафов. Учитывая выживаемость чемпиона, дар будет работать отлично. А теперь пара моих фирменных тестов. Первый это владыка демонов. У меня самая обычная пачка чемпионов, которая доступна всем новичкам, которые будут следовать по нашей инструкции. Дамагеры делают свою работу и Драха не дает им получить смертельный урон. Воскрешает и довольно с хорошим шансом срабатывается от дополнительного хода. По итогу она показывает себя очень достойно в своей роли и количество восстановленного здоровья впечатляет. В подземельях Драха просто делает свою работу. Вроде как ее работа незаметна, дамагеры пытаются как-то себя защищать бафами, но именно Драха поддерживает их в жизнеспособном состоянии. И вот давай еще залетим на арену. Пачка у меня тут тоже под арену. Драха в роли подушки для битья, так как обогнать по скорости не всегда получится. В целом она неплохо справляется со своей ролью и в каменной коже просто имба. Хотя она и в роли манекена, но даже воскрешает союзников. А кто такая Фейн? Это оборотень-ядовик, отлично подойдет для боссов, на которых работает дебаф яда. Сокращает шкалу хода врага, лечится и помимо этого дает дебаф атаки и защиты. Ее очень просто экипировать. Достаточно прокачать меткость, скорость, крит шанс и крит урон. А также для выживаемости вкачать немного здоровья и защиту. Ассеты для этого можно использовать любые, начиная от кражи жизни, заканчивая расторопностью. Отличный чемпион-ядовик, который заменит Каэля, благодаря дебафам. А нужна ли Дрэха всесильная новичку? Ну, как тебе сказать, я сам создал аккаунт новичка, прокачал его немного, прошел немало стартовых активностей и могу смело сделать вывод, что это топовый саппорт. Лучшего ты не получишь нигде. Так еще дело в том, что она играбельна во всех режимах. Это универсальный саппорт с офигенными эпиками и лего в дополнении. Кстати, у новичка, по сути, уже есть офигенная группа чемпионов. Дрэха будет воскрешать, подлечивать и давать дебаф атаки. Фейн отравляет врагов и накладывает дебаф защиты и дебаф атаки. Зигмунд танк, который будет поглощать урон, а Локи будет поддерживать союзников и вредить врагу. Плюсом можно подключить редкого чемпиона на выбор и в эту группу отлично вписывается Лей. Не забывай, что получить Драху с набором эпиков и легендаркой в Ray Shadow Legends можно по ссылке в описании. Переходи и забирай самых имбовых чемпионов прямо сейчас. Спасибо, что смотрел. Подпишись на канал и поставь лайк. А также я подобрал для тебя два интересных ролика, которые советую посмотреть. Увидимся. Спасибо.